Знакомо? Я думаю, что каждый из нас без исключения так или иначе сталкивался с прокрастинацией в своей жизни. Мы откладываем все на свете, начиная от важных задач на работе, заканчивая покупкой зимней резины, походом к психологу или к стоматологу. Прокрастинация является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. И, наверное, она могла бы не быть проблемой, если бы последствия ее не были такими плачевными и значительными. В сегодняшнем видео я предлагаю вам вместе со мной разобраться с тем, что такое прокрастинация, откуда она берется и как при помощи инструментов когнитивно-поведенческой психотерапии мы можем дать ей отпор. Меня зовут Виктор, я дипломированный психолог, работаю в рамках РЭП ТКПТ, и мы приступаем. Для начала, я думаю, для многих это уже не будет секретом, я хотел бы сказать, что причиной, одной из основных причин, по которым у вас появляется прокрастинация являются ваши мысли, конечно же мысли, убеждения и допущения в том числе. Представьте, что вы сидите перед рабочей задачей, которая действительно выглядит достаточно объемно и пугающе, и вам в голову лезет идея, блин, это так сложно, тут так много нужно делать, я вообще не понимаю, с какой стороны за нее взяться, и тут много, и там много, и ся много, как вообще выполнить эту, блин, колоссальную, гигантскую, уродскую задачу. Очевидно, что эти идеи не будут способствовать подъему вашего желания приступить к выполнению задачи и вряд ли помогут вам сделать это максимально эффективно и в кратчайшие сроки. Поэтому первым шагом на пути к преодолению прокрастинации является умение замечать ваши автоматические мысли. Те пролетающие сквозь ваше сознание или недолетающие до вашего сознания идеи, которые могут отвалить вас от того дела, которым вы планировали заняться. Соответственно, мысль «это слишком сложно, я не могу сделать это», возможно, имеет смысл рассмотреть с точки зрения наличия некогнитивных искажений и по итогу заменить на что-то более реалистичное и помогающее. Рассмотреть эту мысль с точки зрения того, насколько она разумна. И, возможно, получится прийти к выводу, что да, эта задача не выглядит простой. Но в прошлом я достаточно часто справлялся со сложными задачами, это далеко не первый отчет в моей жизни. Есть основания полагать, что другие люди могут с этим справиться, и, наверное, у меня тоже может получиться. Давайте я подумаю о том, как разбить ее на более понятные и доступные для меня части. Точно так же мысли о том, что это невывозимо, нереально невозможно и так далее, зачастую являются неправдой. Как вы знаете, если не знаете, напоминаю, с точки зрения рациональной эмоциональной поведенческой психотерапии, невыносимо, непреодолимо, нереально – это то, что вы чисто физически вынести не можете. Ну, не знаю, какой привести пример. Я обычно говорю, что на меня дом сложится. Сейчас я на природе сижу, дом на меня не сложится. Ну, если я, наверное, головой с 10-го этажа прыгну, или вот-вот с той вот березы головой вниз прыгну, скорее всего, есть основания полагать, что я этого не выдержу. Ну, как бы мой запас прочности не бесконечен, и на это его явно не хватит. Тяжелая задача, которая была предложена мне работодателем, или с которой я сам по своей глупости столкнулся, наверняка будет нелегкой в исполнении. Ну, это нормально, она и не должна быть. Но называть ее невыносимой как будто бы не очень разумно. Скорее, разумно назвать ее сложной, или трудновыполнимой, или тяжелой для выполнения, но точно не невыносимой и невозможной. Это явно не помогает мне. К чему я вас веду? Обращайтесь к вопросу пользы. Когда вы на первом шаге смогли заметить свои автоматические мысли, попытайтесь понять, насколько они помогают вам добиться того, чего вы хотите достичь. Будь то выполнение задачи, покупка зимней резины, запись к психологу или стоматологу. Очевидно, если мысль отталкивает вас от желаемого действия, она вам не помогает. И значит, есть смысл поискать в ней какие-то ошибочки и заменить ее на что-то более разумное, что-то более рациональное. Следующий шаг ни в коем случае не пренебрегайте действиями. Поведенческая активация, не в классическом смысле этого слова, очень хорошо может сказаться на вашей прокрастинации, тем самым, точнее, то есть уменьшив ее количество в вашей жизни. Предположим, я не хотел записывать это видео, потому что, ну, я не штатив не взял, я вообще отдыхать поехал, плюс у меня, можете заметить, не знаю, заметьте, не заметьте, на микрофоне нет вот этой вот пенопластовой, из чего она сделана, не знаю, фиговины, которая, по идее, лишней шумы должна ловить. Ну, то есть все условия, как будто бы, говорят в пользу того, что мне записывать не нужно. И, конечно же, мне пришли в голову идеи, типа, да ладно, там, забей, когда вернешься в Москву, запишешь. Ну, что там, до одного этого видео, если ты не выпустишь, что умрет, что ли кто-то? И, конечно, не умрет, да и, конечно, я могу сделать это в Москве. Но, как видите, я его записываю и помогло мне в этом поиск нечто похожего отдаленно на штатив и готовность сделать свое видео не идеальным. Кстати, относительно неидеальности очень часто причиной вашей прокрастинации является, какая-то муха у меня в ухе, прошу прощения, является идея о том, что результат должен получиться потрясающим, вот прям идеальным. Вот это вот дехотомическое мышление, либо у меня идеальный результат, прекрасное видео с отличной там цветокоррекцией, выставленным светом, потрясающим звуком, или я вообще ничего делать не буду. Ну, к сожалению, с таким подходом мы, как правило, далеко уйти не можем, он нас скорее ограничивает, нежели чем помогает нам. Умение искусно использовать перфекционизм скорее похоже на иллюзию, чем на какой-то практически реализуемый инструмент. Короче говоря, резюмируя, если вы столкнулись с проблемой прокрастинации, первое, отметьте свои мысли, автоматические мысли, которые возникают у вас при в раздумьях относительно какого-то дела. Поймите, какое влияние они на вас оказывают, если это влияние вам не нравится, подумайте, как можно подумать об этом иначе. Переформулируйте свои мысли. Поведенчески активируйтесь, начните делать то, что откладывали, опять же, предварительно, возможно, разбив это на более маленькие, понятные, доступные шаги. Я не знаю, я не могу снять видео, но я точно могу поставить стол таким образом, чтобы лицо не светило мне солнце, я точно могу принести стул туда, где я буду сидеть плюс-минус удобно и плюс-минус с комфортным ракурсом. И точно также я могу попробовать записать видео, в общем-то, мне никто не может от этого остановить. То есть не ставьте какие-то завышенные нереалистичные ожидания. После того, как вы примените вот этот небольшой, конечно же, не исчерпывающий инструмент, вы гораздо больше, в перечень рекомендаций к своей прокрастинации, возможно, количество ее в вашей жизни снизится. И, как я говорил в прошлых видео, ни в коем случае не ждите состояния готовности. Вот, типа, сейчас я готов записать видео. Скорее всего, оно придет либо очень поздно, либо не придет вообще. Подумайте о писателях, которые зарабатывают на жизнь тем, что пишут. Ну, очевидно, если бы они писали по вдохновению, скорее всего, жили бы они гораздо меньше или не жили бы вообще. И не всяких сомнений в совершенстве случаев, вам это тоже под силу. Соответственно, работайте со своими эмоциями, знакомьтесь с когнитивными искажениями. Если хотите, переходите в телеграм-канал, мой телеграм-канал, там я их скоро выложу. Живите долго и счастливо. Всем спасибо за внимание. Хорошего дня, утра или вечера. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго. До свидания.